Русский язык, на котором писали свои произведения величайшие мировые писатели, не нуждается в особой рекламе. Но вот владение им, в том числе в устной речи, для немалого количества нынешних выпускников школ, к сожалению, оставляет желать лучшего. Для того, чтобы решить эту проблему, в учебных заведениях с этого года начали проводить итоговое собеседование по русскому языку. Проходит оно пока в тестовом режиме, и результаты мониторинга никак не повлияют на допуск учащихся девятых классов в государственной аттестации. Однако в дальнейшем собеседование станет обязательным и может иметь значение для приема в профильные классы средней школы. Способность свободно общаться с разными людьми – качество, необходимое каждому современному человеку. Развитие устной речи позволяет решать в ходе общения любые проблемы, что может быть важнее. В Славянском 4-м лицее, где побывала наша съемочная группа, со всей серьезностью отнеслись к пробному устному собеседованию по русскому языку, которое в этом году прошло впервые во всех регионах страны. Выпускникам девятых классов выпала честь пройти итоговое устное собеседование по русскому языку. Задания для выпускников следующие. Они пересказывают выразительно текст, отвечают на вопросы экзаменатора-собеседника, они делятся своим жизненным опытом. Хочется отметить, что данная процедура этого года не влияет на допуск государственной итоговой аттестации наших выпускников. Цель данного мероприятия сегодня – провести апробацию, посмотреть технологию, научиться на своих ошибках, чтобы в следующем году в штатном режиме данная форма допуска государственной итоговой аттестации уже была отлажена. Здесь созданы все условия для успешного прохождения собеседования. Длится оно не более 15 минут. За каждое задание выставляются баллы. Суммарный максимум – 19 баллов. Минимум, необходимый для зачета – 10. Нужно помнить, что сейчас итоги собеседования пока не играют особой роли, а со следующего учебного года без его успешного прохождения учащихся не допустят к итоговой аттестации. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Программа «События». Программа «События».